всем привет сегодня начинаем новую работу и как всегда сначала наброс карандашом этот этюд размером получилось всего 15 на 13 сантиметров мне в последнее время очень нравится писать именно небольшие работы и для мастер-класса мне кажется это очень хороший размер тут все понятно потому что мы разбираем общие принципы которые применимы к любой сцене к любому пейзажу к любому вообще сюжету это небольшая работа моя авторская я ее позиционирую как мою как бы личную картину вы конечно же можете повторять точь-точь но было бы интересно если бы вы что-то поменяли возможно вы бы выбрали вообще другой другой город потому что таких городков очень много это может быть вообще совершенно любой европейский пейзаж это на самом деле это может быть и венеция и италия франция испания в общем такой вот универсальный я выбрала сюжет ну в общем это черногория и уже эту работу работу у меня уже нету и уже забрали себе так сейчас я намешивают цвет крыш смешиваю темный красный с желтый средним кадмием и свободными движениями набрасываю пятна крыш мне вот последний год стал очень нравится работа мастихином а все все другое время все мою творческую жизнь это 12 лет я уже рисую я всегда рисовал только кисточкой многие художники не любят мастихин считают что это такое не очень профессиональный якобы инструмент но я совершенно их не понимаю потому что одинаково плохую картину можно написать и кисточкой и мастихином это уже личный вкус каждого так сейчас набрасываем стену дальнего домика у нас состояние контражера это значит что солнце сзади нас сзади сверху и дома все предметы в таком ну в тени в общем очень состояние интересное все в рефлексах все в таких разноцветных цветах сейчас такой холодный полутон видите я смешал этот фиолетовый с беливыми пока ему все это как бы набрасываем такую массу красивую живописную а потом будем разбираться будем что-то уточнять такая этот домик тоже хоть в тени но он такой желтого цвета желтого темного ну не яркого как бы темного все равно но это вот почти что вот две всего краски это беливо и темный темное желтое это средне желтое сейчас я просто одной желтой набрасываю там нижняя часть более темная честно смешал красно-коричневый желтый это такие теневые части там у нас внизу зонтики я не отбрасываю тени уж видите мы миксуем как добавляем холодные оттенки и теплые оттенки все постепенно наращиваем то это создаем эту живописную фактуру состояния ну не фактуру в общем эти замесы все очень легко так не заморачиваемся потому что самое важное взять вот эти красивые большие отношения а потом уже мы в них будем копаться и создавать точность точность в рисунке точность в тоне все время вытираю мастихин кисточку может какие-то моменты незаметно но каждый замес после каждого замеса мастихин мой абсолютно чистый здесь я поняла что надо немного уменьшить домик и сейчас тоже видите я чищу каждый раз палитру чтобы вот это рабочее поле было чистым сейчас буду замешивать дальний план там горы я вот взяла синюю краску немножко тут у меня оставалось изумрудная и черная набрасываем и набрасываем задний план большими мазками большими широкими плоскостями как меня учили большими плоскими пятнами все закрываем а потом уже идет уточнение украина о и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для живописности меня учили всегда, что каждый замес для неба, для гор, для домиков, для толпы должен иметь разную краску. Нужно замешивать из других красок. Например, вот эти горы у нас были на ультрамарине, а небо тут больше у меня бирюзовое. Конечно, чуть-чуть ультрамарин тоже попадает, но здесь в основном на вот такой голубой холодной краске. Хотела рассказать вот про этот мастихин. Если честно, из всех, мне он больше всех понравился, из всех форм, они имеют вообще много вариаций разных. Но почему-то именно вот этот мастихин, я как-то просто почувствовала, вот рука, вот я уже набью руку мастихином, так вот эти мазки ставить, разной формы, под разным наклоном. Ну, как бы вот эта вот формула, язычок или лодочка, он также еще может быть, он в общем гнется, вот эта сама железячка, вот эта, и как-то вот соприкосновение приятно идет, и вот уже как бы работало чувствование. Так, такие основные пятна мы поставили, и сейчас я вот коричневый плюс чуть-чуть зеленый, а, то есть чуть-чуть красный делаю вот эти падающие тени от крыш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я уточняю дальше цвет домов, добавляю фиолетовые рефлексы. И кисточкой касание в небе делаю мягче, чтобы горы наши ушли туда вдаль. Потому что то, что у нас написано мягко, оно воспринимается более далеким, вот холодные вот эти все оттенки, а жесткие мазки, когда такие между ними касания такие жесткие, этот предмет у нас кажется ближе. Эти все законы мы обязательно используем. Хочу сейчас дальше еще уточнить вот эти горы дальние, чтобы уже их потом не переписывать, закрыть где-то белый холст, белый картон, который мешается. Сейчас я намешиваю цвет для окошек. Такой темно-синий. Синий чуть-чуть с белилами. Вот именно сейчас мне хотелось бы это отношение разобрать. То, что у нас все равно такой принцип от куска, как я уже говорила. Вот мне хочется сейчас домики закончить, но я к ним еще вернусь. И сейчас чуть-чуть уже начинаю намечать потихоньку толпу. Она у нас самого такого темного цвета. В общем, тут тоже... Ну, у меня такой стиль, как бы я... Мне нравится такой вот импрессионизм в мазках, такой легкость, такая свобода. Конечно, я думаю, это сложно для новичков. Нужно как бы разрабатывать вот эту подвижность кисти. И вот, чтобы рука не была скованная для такой работы. Этому помогают каждодневные тюды. Да, эти тюды... Я просто как безумный какой-то помешанный человек. По-моему, каждый день я выходила на улицу. Там уловил какой-то солнечный свет, солнечный свет. Какое-то состояние особенное. И у меня там просто огромные коробки с этими тюдами. Я очень рада, что многие из них продались. Так, ладно, вернёмся к картине. Вот, видели, я там чёрный прям краской наметила тут тень на первом плане. Это всё можно потом переписывать, не бойтесь. Делать такие резкие мазки. Сейчас такой серый тёплый оттенком я намечаю там кафешку. Там вот есть такая стеночка у кафе. Потом я наметила одного ещё мужчину. Так, сейчас я намешала свет на доме. Свет как бы идёт сверху и сбоку всё-таки. И какие-то части у нас освещаются. Вы могли заметить, что после того, как я поставила вот эту чёрную точку на первом плане, как вот эти горы и небо, вот как это резко всё ушло туда-назад. Вот, я обожаю вот эту магию вот этого момента, когда ты попадаешь в правильный тон, правильный цвет, и вот эта маленькая картонка, на ней появляется какая-то жизнь. Так, сейчас я намешала белило с жёлтой, такой очень светлый оттенок. И им намечаю освещенные места в работе. Я наметила вот эту вот землю. И сейчас вот набрасываю зонтики. Освещённые части. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» После того, как мы наметили вот эту ближнюю к нам стенку дома, она у нас самая тёмная из всех домов. Такие, как бы, кулисы получаются. Мы прямо с синей краской намечаем окна. Далее я спускаюсь к нижней части нашей картины. Здесь у нас будет толпа теней от зонтика. Ещё одного, вот тут вот слева будет зонтик большой. И делаем нашу пёструю равноцветную толпу. Она у нас в целом, вот так вот, если обобщить это пятно, они самые тёмные. Но в них есть и разные цветные оттенки. Мы именно избирательно выбираем из всех вот этой пёстры толпы то, что нам нужно. Потому что если рисовать прям точь-точь, будет какой-то горох, и это не будет художественно. Потому что чем отличается художник, например, от принтера? Принтер, он просто печатает фотографию. Он ничего не придумывает, он ничего не обобщает, он ничего не избирает. Он какую-то выразительность не добавляет. А именно художник этим и отличается. Обратите внимание, что я постоянно комбинирую, постоянно обращаюсь то к тёплым оттенкам, то к холодным. И за счёт вот этой игры получается вот эта живописная, живописная красивая поверхность. Тёплые мы вписываем в холодные и наоборот. Сейчас вот я ищу вот эти оттенки в толпе, какие они будут. Если мне не нравится, то я убираю, вы также можете. И этот момент, конечно, вот чувствования лишнего или наоборота очень не хватает. Это тоже всё с практикой приходит. Вот я потихонечку намечаю ещё разные фигуры, чтобы вот это пятно от земли было тоже интересным. Потому что, вот видите, если так вот широко посмотреть, у нас как бы тёмная толпа на светлой земле. Вот, я начинаю от кисточки, потом сверху, если мне нравится, уже мастихины делаю по толще мазки. В общем, на самом деле, просто у нас столько инструментов потрясающих. Разные кисточки, разные фактуры. Там, не знаю, мягкая кисточка, жёсткая кисточка, какая-нибудь торчащая в стороны. Ей можно сделать такие неповторимые моменты. И это очень ценно. Так, сейчас вот мастихином я уточняю нашего героя на первом плане. Ну, не героя, это дядечку. Он у нас так вот повёрнут головой. Он мог к нам. И вот такой тёплым коричневым я вот его наметил руку и голову. Так, сейчас я беру вот этим кончиком мастихина чёрную краску и намечу, так вот легко так потыкаю мастихинчиком, намечу головы людей. Вот, немножко синего добавила, чтобы он совсем чёрный был. И вот таким вот, такой манерой, как бы тоже, чтобы это было вот не слишком нарочито, а вот такими вот, таким способом, так тычками, как бы, намечаю головы людей. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. После того, как мы немного набросали толпу, я захотела немножко добавить разнообразие в задний план, в средний план точнее, в домике на средний план. Играет музыка. Играет музыка. Желаю музыка. светлых пятен идет, вот светлая земля и вот с ними будут перекликаться вот эти белые ставни. Как я уже вам говорила, если у нас есть какое-то пятно, один белый цвет, нужно, чтобы было еще минимум два, всего три. Как у нас есть три разных оттенка красного и оранжевого, они между собой тоже перекликаются. И вот такая связь. Связь в картине идет. На самом деле в живописи очень много нюансов, очень много. Ну, конечно, нужно начинать с простых вещей. Но самое главное, о чем я уже говорила, это брать красивые большие отношения. Красивые большие отношения. Потому что вот это большие отношения, это как бы такое главное впечатление о работе. На учебе, в интернете, там, в галерее. Люди, когда видят вот эти большие пятна, вот эти цвета, вот эти отношения, им либо уже сразу нравится, либо не нравится. Либо это красиво, либо нет. Поэтому нужно учиться вот брать вот это вот хорошо. Так, сейчас я тут так вот лихо намечаю тени, тени. Вот, там, это кафешка у нас такая абстрактная, и от людей немножко тени. Появляется такая жизнь. Мне очень нравится. Так, сейчас я намешиваю такой бирюзовый, холодный, с фиолетовым оттенком замес. И хочу немножко выделить наши крыши, чтобы они не терялись. Мы не будем полностью переписывать все горы, мы только вот этот край касания крыши гор немножко сделаем потемнее. чтобы подчеркнуть вот это состояние жаркого солнца. Это жаркое солнце достигается именно вот этим контрастом холодных и теплых в нужном месте, нужного тона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну всё, завершающие мазочки, и художник доволен, доволен результатом. Надеюсь, вам было интересно, вы почерпнули себя что-то новое, вдохновились. Я дальше буду, конечно же, продолжать снимать для вас мастер-классы. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. С вами был художник Федоренкова Вера. До новых встреч!